Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы! Осень настала, холод настал, не буду продолжать, вечерком хочется закутаться в пледик, сесть возле камина, взять чашечку чая и чем-нибудь сладенького. Поэтому приготовимся для творожные пончики. Будет реально очень-очень вкусно. Как вы уже поняли, творожные пончики без творога мы не приготовим, поэтому мы приготовили немножко творога. Друзья, вообще полный текстовый рецепт, без шуток, и все количество ингредиентов на пончике вы найдете в описании видео. Составляла Лариса, а я покажу, как готовить. Немножко муки, немножко сахара, 3 яйца. Для начинки можно использовать вишню, а можно обойтись и без вишни. А можно еще что-нибудь использовать для начинки. Мы сделаем половину с начинкой, половину без. Сахарная пудра может пригодиться, если вы любите пончики посыпанной пудрой. А если не любите посыпанной пудрой, тогда не посыпайте вообще, не надо нам. Значит, для теста нам еще понадобится сода и лимонный сод для того, чтобы погасить соду. Немножко ванилина и немножко соды. В общем, все. А, миксер. Ну и без миксера можно обойтись. Главное, чтобы без пончиков не пришлось обходиться. Давайте приступим. Это Лариса мне поставила ненужную мисочку. Сказала, чтобы я учился месить тесто руками. Но пока Ларисы не было, я втихаря притащил миксер на Ларисе. Мисочку. Итак, друзья. Сюда в чашу миксера. Ну, на самом деле, действительно можно это все руками приготовить. Отправляем творожок. Вбиваем сюда 3 куриных яйца. Так и хочется сказать, яичко. Но зрители запрещают. Отправляем сюда сахар. И замесим. А, чуть нож не упал. Кто-то спешил, но не дошел. И замесим все это дело миксером. Творог перемешался. Теперь соду погасим лимонным соком. И вот не понимаю, почему этот процесс называется гасить. Отправляем сюда ванилин. Сольку. И погашенную соду. Кстати, сода погашенная лимонным соком. Это мое наблюдение. Сейчас только занаблюдал. Пахнет значительно вкуснее, чем уксусом. Еще немножко перемешаем. Теперь, прям не выключая миксера, начинаем вводить сюда муку. Получилось вот такое вот тесто. Еще чуть-чуть его перемешаю, чтобы оно хорошенько вымесилось. Теперь, друзья, можно слепить сами пончики. Для этого мы приготовили тарелку с мукой. Выкладываем порционно нужное количество теста прямо в муку. Теперь из каждого кусочка теста вот так вот его обваливаем и формируем опять-таки нужного размера пончики. Выкладываем на досточку, чтобы они отдыхали, пока мы лепим остальные пончики. Для того, чтобы приготовить пончик с начинкой, точно так же вначале крутим из него шарик и теперь делаем такую лепешечку. На серединку лепешечки выкладываем вишенки. Саворачиваем лепешечку, защипываем и точно так же крутим из нее шарик. Все просто, друзья. Теперь надо подготовить фритюр. Мы налепим пончиков, а для фритюра будем просто использовать кастрюльку с маслом, разогретым до 240 градусов. До 240, Ларис? Да нет, это очень много. Где-то 160-170 градусов. Да, вот видите, Лариса знает. Я не знаю. Я думал, как картошку при все. В разогретое масло отправляем наши пончики. Я включаю секундомер. Вот мы первый забросили, так, чтобы засечь время, сколько они будут жариться. Температура масла, как я уже один раз ошибся, 160 градусов. Пончики должны в масле всплыть и подрумяниться до нужной степени, как вы хотите, чтобы они подрумянились, скажем так. Мы их сильно зажаривать не будем, то есть оставим такие светленькие. В общем, сейчас посмотрим, сколько они будут жариться. Пончики всплывают и начинают очень соблазнительно пахнуть. Вообще будет такая вкусняка, друзья. Они действительно очень-очень вкусные, вот эти вот сырные пончики. Творожные пончики, будет правильно сказать. От того момента, как мы поместили на прожарку первые пончики, прошло 4 минуты. Вот до такой степени мы их подрумяниваем и примерно в таком порядке смотрим, какие более подрумянины. Начинаем извлекать. Пончики помещаем на бумажное полотенце, чтобы полотенце впитало лишний жир. После этого, друзья, мы пожарим все остальные пончики, включая пончики с начинкой. Естественно, дождемся, пока они остынут, и будем дегустировать эту красоту. Посмотрите, какие мячики. Готовые и остывшие пончики при желании можно украсить сахарной пудрой, но сугубо при желании. Кто-то любит пудру, кто-то не любит. Поэтому мы сейчас половинку украсим, а половинку украшать не будем. И пончики готовы, друзья. Подписчик Евгений, спасибо большое, Евгений, прислал мне реманчеллы попробовать. Такая вкусная штука. Наверное, я скоро воспроизведу, выпутаю у Евгения рецепт. Он пока не колется, но я думаю, что обменяю на какой-нибудь другой рецепт и воспроизведу реманчеллу, так сказать, для всего общего обозрения. А сейчас о пончиках. Долгими зимними вечерами с рюмочкой какого-нибудь сладенького крепкого напитка, с чашкой горячего чая, упутавшись в плед, будет очень классно полакомиться пончиками. Ну, эти пончики у нас с начинкой, они получились фактически, ну, как пирожок с вишнью, как пирожок с начинкой. Но при этом, друзья, настолько вкусно, творожный пончик. Это божественно. И рюмочку ликерчика. Действительно очень вкусно. На мой взгляд, пончики это как раз зимний рецепт. Вот когда холодно, горячий чай, какой-нибудь может глинтвейн или гжанец горячее пиво с сиропом, вот что-нибудь такое, и пончики. Или когда на улице идет проливной дождь, промозглая погода, что-нибудь горяченькое, и пончики. Друзья, попробуйте приготовить такие пончики. Как видите, очень быстро, вообще никаких заморочек, буквально 15 минут, и все готово. А вкусно, поверьте, ваши домашние вам скажут огромное-огромное спасибо. Вот. Подписывайтесь на канал, пальцы вверх ставьте, если видео понравилось. Если не понравилось, ну там уже поставьте тоже пальцы вниз или куда-то еще. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях, друзья. А мы готовим для вас новые интересные рецепты сыровый колбас. Всего доброго, пока.